МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем задержание подозреваемых в хранении наркотиков. Они сами выдали себя автоинспекторам. Расскажем, как автоледи протаранила иномарку на выезде из Казани. Я еду, тихонечко, меня ударили, вот я остановился. И дорожная ловушка. Я уже не первый человек, который вот здесь, как вы можете видеть, по подкрукам, которые валяются здесь вдоль дороги, не первый человек, который попадает в такую ситуацию. Кто возместит ущерб, причиненный дорогами? Это и не только прямо сейчас. Задержаны с наркотиками. Автоинспекторы остановили автомобиль «Пежо» на улице Восход для рядовой проверки документов. В ней находились двое молодых людей, которые вызвали подозрения у сотрудников полиции. Водители и пассажира досмотрели, проверили и автомобиль. В итоге обнаружили подозрительное порошкообразное вещество. Нафиса Минязова была свидетелем задержания подозреваемых. Иномарку сотрудники автоинспекции остановили на улице Восход для рядовой проверки документов. И именно тогда ее водители и пассажир вызвали подозрения у сотрудников полиции. Увидев неадекватное поведение молодых людей, полицейские решили более тщательно осмотреть как автомобиль, так и самих мужчин. В результате проверки у них были найдены и изъяты порошкообразные вещества, как предположили полицейские, синтетического происхождения. Чуть позже автоинспектор сменила следственно-оперативная группа. Все вещества, найденные в машине, отправили на экспертизу. И уже от ее результатов и итогов медицинского освидетельствования молодых людей будет зависеть дальнейшее процессуальное решение. На все меня зовут Эльмалахметов, Вызов 112. Две пассажирки легкового автомобиля пострадали в результате столкновения с многотонником. Происшествие произошло на пересечении улиц Клары Цеткин и Несмелого. Водитель автобуса второго маршрута, решив повернуть налево в сторону Адмиралтейской Слободы, не убедился в безопасности своего маневра и протаранил Шкоду Октавия. Девушек с различными травмами госпитализировали в городскую больницу. Крупная авария произошла на Оренбургском тракте при выезде из Казани. Там столкнулись автомобили Ниссан Альмера и Шевроле Лачете. По предварительной версии водитель последний догнал и на полной скорости протаранил Ниссан. Альбина Минибаева подробнее. Я еду, тихонечко мне ударили, вот я остановился. Водитель автомобиля Ниссан Альмера признается, после работы направлялся спокойно домой. Правил, говорит, не нарушал. Но от аварии это не спасло. Удар сзади в его автомобиль был сильным. Но только выйдя из машины, смог оценить всю серьезность происшествия. А свою вину как признал не хочется? Ну, конечно, что-то туда-то... За рулем Шевроле Лачете, врезавшегося в Ниссан, находилась автоледи. Ему она призналась, что едущий впереди ее автомобиль заметила слишком поздно и остановиться не хватило ни времени, ни расстояния. Свою вину женщина признала полностью. К слову, ее автомобиль пострадал сильнее всего, и самостоятельно покинуть место ДТП уже не смог. Альбина Минебаева, Нахиса Минязова, Адель Малахметов. Вызыв 112. Три человека пострадали в результате серьезной аварии в Ознакаевском районе республики. ДТП произошло возле села Асеево, где столкнулись Шевролей и микроавтобус УАЗ. От удара оба автомобиля вылетели в кювет. Прибывшие на место спасатели извлекли из сильно искореженных машин всех пострадавших и передали их в руки медиков. В причинах происшествия сейчас разбираются автоинспекторы. Дорожное покрытие улицы Ботаническая повредил автомобиль Тойота Камри, причинив материальный ущерб ее владельцу. Мужчина вызвал автоинспекторов, чтобы официально зафиксировать повреждения, полученные машиной после наезда на глубокую, ничем не огороженную яму. Причем, судя по разбросанным в окрестностях остаткам частей автомобиля, он не первый, кто попал в эту дорожную ловушку. Альбин Батрудинова узнала, как мужчина оценивает свои шансы взыскать компенсацию за поврежденный автомобиль. Я уже не первый человек, который вот здесь, как вы можете видеть по подкруткам, которые валяются здесь вдоль дороги, не первый человек, который попадает в такую ситуацию. Это Тойота далеко не первый автомобиль, который попадает в эту дорожную ловушку. Вокруг ямы разбросаны осколки частей других машин. Айдар Галиев, владелец этой иномарки, признается, ямы не видел, она никак не была ограждена. После сильного удара остановился и стал оценивать повреждения, нанесенные автомобилю дорогой. У меня прям пробило подвеску, вон бампер выскочил и оба колеса пробил. То есть вот такие пирожки. Мужчина признался, что поначалу просто не понял, что произошло, а посмотрев на повреждения своей машины, решил замерить глубину ямы. Он также недоумевает, почему такие большие дорожные изъяны хотя бы не ограждают. Вот здесь яма, вот она, видите, вот так вот здесь зажимаем. Вот примерно сколько здесь сантиметров? 20, наверное. Владелец иномарки уже примерно оценил причиненный ущерб. Теперь, говорит, остается только выяснить, кто должен его покрыть. И настроен добиваться правды в суде, если добровольно организация, ответственная за этот участок дороги, компенсацию выплачивать не захочет. Айгуль Бодрудинова, Нафиса Минязова, Адель Малахметов. Вызов 112. Два человека пострадали в результате аварии на трассе М7 в Татарстане. На 882-м километре автодороги возле населенного пункта Шали вылетел с дороги в Кювет ВАЗ-2114. По предварительной версии, 21-летний водитель отечественной легковушки не справился с управлением. Он и 19-летний пассажир получили различные травмы. Обоих пострадавших госпитализировали в Пестричинскую центральную районную больницу. Нетрезвый водитель самодельного трактора опрокинулся в Кювет в Тукаевском районе республики. Инцидент произошел около села Семикеевское. Прибывшие на место медики выяснили, что за рулем мини-трактора находился 57-летний мужчина, который на тот момент имел все признаки алкогольного опьянения. Пожарные помогли мужчине подняться и осмотрели место ДТП. Тракторист получил незначительную ушибы лица, но от госпитализации отказался. Еще одного пьяного водителя сотрудники автоинспекции задержали на улице Азина в поселке Киндери. Их внимание привлек КАМАЗ, который вилял из стороны в сторону по дороге. После остановки грузовика для проверки, полицейские увидели, что 35-летний мужчина, сидевший за рулем, находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Показания алкотестера полностью это подтвердили. Четырехлетняя девочка выпала с балкона в набережных Челнах. Трагедия произошла накануне днем. По предварительной версии, ребенок выпал из открытого окна балкона, расположенного на четвертом этаже многоквартирного дома в новом городе. Ребенка в тяжелом состоянии и без сознания доставили в Камский детский медицинский центр. На данный момент девочка находится в реанимации. В Татарстане задержали подозреваемого в двойном убийстве. Минувшим вечером в поселке Васильево Зеленодольского района очевидцы обнаружили тело 47-летней местной жительницы и 25-летнего друга ее дочери. По подозрению в совершении преступления задержан сосед убитый, 62-летний Наиль Исанов. Как считает следствие, в день трагедии предполагаемый злоумышленник припарковал свой автомобиль под окнами дома женщины, за что ему сделали замечание. Назрел конфликт, в ходе которого вооруженный ножом мужчина нанес людям смертельные ранения. Сразу после происшествия нападавший скрылся, но ненадолго. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Внимание, розыск! Следователи Казани ищут подозреваемого в незаконном проникновении в жилище и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней жительницы города Казани в декабре минувшего года. На момент преступления был одет в светлые джинсы и в черный пуховик с капюшоном без меха. Рост 1 метр 70 сантиметров, неплотного телосложения, светлокожий, славянская внешность, шрамов на лице нет. Глаза либо серые, либо карие, губы тонкие, брови светлые, негустые, скулы неярко выраженные, уши нерастопыренные, лицо в глубоких черных точках, подозреваемый не имеет на руках колец и татуировок, разговаривает грамотно и без заиканий. Все, кто располагает информацию об этом человеке, следователи просят обращаться по телефону, указанному на экранах. Брал с полки товар, клал его в карман и уходил, ничего не заплатив. Полицейские Казани разыскивают подозреваемого в серии имущественных преступлений. По факту краж правоохранительной органы обратились менеджеры нескольких магазинов по продаже косметики и бытовой химии Новосавиновского района. Факты краж подтвердили и съемки камер видеонаблюдения. Подробности о материале Айрата Назипова. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что подозреваемые используют одну и ту же схему. Как видно на кадрах, мужчина около 10 минут якобы выбирает парфюм и, дождавшись подходящего момента, забирает товар. Спустя некоторое время он приходит в соседний магазин и также уносит с полки духи. Как выяснили полицейские, на счету предполагаемого злоумышленника три факта кражи. Сейчас мужчину разыскивают правоохранительные органы. Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности подозреваемого, просим обращаться в дежурную часть отдела полиции Гагаринский по телефону 221-47-52, либо 02 или 052 анонимно. По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Айрат Назипов, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильной 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте, туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова